Всем привет! С вами Ирина. Мы на этих выходных сделали вот такой другой уже импровизированный фонтанчик. Нашли старое зеркало в подвале и муж на скорую руку быстренько придумал для того, чтобы была большая площадь, по которой стекает вода, чтобы немножко больше поднималась влага в помещении. Так что в выходные многие отдыхают, а мы в субботу-воскресенье с утра до вечера практически все два дня провели здесь наверху и сделали вот такой вот импровизированный фонтанчик. Но, ребят, это такое временное сооружение, потому что если ставить нормальный фонтанчик, он, естественно, стоит немножко недешево. Но пока что мы исходим из того, что у нас есть. Ну и постепенно-постепенно будем уже это все облагораживать, скажем так. Еще очень многие спрашивали вообще, что это такое, куда мы там переехали с растениями. Вот, и просили показать, рассказать более подробно. Так вот, мы переехали в мансардное помещение. Вот у нас окошко есть в крыше. Вот, поставили фитолампы. И, ребят, хочу сказать вам, что немножко вот утеплили таким вот как бы отражателем, да, он же и утеплитель. И мне очень понравилось, как от него отражается свет. То есть, получается, что от вот этой вот фитолампы растения получают немножко больше света, чем вот в этой вот ситуации, да, когда здесь просто вот такая вот фанера. Вот, так что я думаю, что нам нужно будет обить, наверное, стены. Хотя у меня немножко другие планы. Вот, ну, в общем, это еще все такое сырое, сырое, скажем так, да. То есть, это еще как бы думаем, планируем, потому что хотелось бы, наверное, сюда какие-то влагостойкие обои поклеить. Ну, чтобы не было такого, что мы обобьем стены вот этим вот утеплителем, а потом все-таки я созрею на обои, чтобы не было двойной такой работы, скажем так. Так что, ну, в общем, это все еще в планах. Вот, так что вот такая вот ситуация. Мы немножечко удлинились. Я думаю, что вы помните, когда я вам так, опять же, так показывала на скорую руку, да, вот, то у нас, где заканчивается вот эта вот стена, у нас вот эта вот клееночка, она была вот здесь. То есть, как бы, половина помещения. Теперь получается, что у нас захватывается еще вот то второе помещение. Вот, кстати, нашли на чердаке старую-старую картину. Я увидела год, 1955-й. Я понимаю, что она действительно старенькая, но очень-очень даже классно она сохранилась. Вот, и я попросила мужа, чтобы он мне ее сюда прибил. Вот, в общем, вот такая вот импровизированная временная дверь муж сделал. Вот, и увеличил мне пространство. Поставили уже два стола. Один такой раскладной, второй тоже, как бы, раскладной столик. Вот, как бы делаем такое немножко больше пространства, потому что если приедут наши растения из Азии, чтобы было мне где их расселить. Потому что, я вам скажу так по секрету, у меня муж очень сильно разволновался, где он будет спать. Что если приедут орхидеи из Азии, он сказал, что ему спать будет негде. Поэтому быстренько подсветился и сделал мне вот здесь вот помещение, утеплил. Вот, так что вот так на сегодняшний момент выглядит наша тепличка. Вот тут ванды висят у нас. Стоят цимбидиумы. Ну и вот этот, как бы, наш первый, да, фонтанчик. Мы налили уже сюда немножко воды для того, чтобы, ну, просто стояла влага. Не знаю, или она будет тут испаряться. Хотя здесь достаточно тепло. Хотела вам показать еще, что у нас здесь вот все автоматизировано. 21 градус. Так, этот следующий таймер у нас он включает, выключает, когда включаться фонтан. Ну, пока что это у нас по времени, потому что мы искали в магазинах, мы нигде у нас в магазинах. Ребята, мы можем найти вот такой вот автоматический таймер по влаге. То есть вот если влага, например, опускается до 40 процентов, и вот эта штукенция должна включаться и должен работать фонтан, да. То есть таким образом поднимает влагу. Но пока что мы не нашли у нас такой штучки. То есть нужно через интернет. Ну, к этому еще, опять же, руки у нас дойдут. Вот, так что вот так вот на сегодняшний момент выглядит наша тепличка. Растений пока здесь еще не очень много, но тем не менее, хочу сказать, и не очень и мало. Потому что я думала, что когда они приедут все наверх, что их будет здесь очень-очень мало. Но, как оказывается, вот мы доставили еще на выходных еще один столик, потому что получалось, что у меня не помещались все растения на один стол и на стеллаж. Стеллаж я, кстати, разделила на две части. Сделала вот такой вот длинненький, скажем так, да, под фитолампу специально. Вот, так что все остальное у нас в процессе. И постепенно-постепенно теперь будем уже понемножечку думать, как облагородить нашу тепличку, как ее сделать более красивой. Вот, ну, пока что это вот так, как бы мы ее слепили из того, что было. Вот, ну, ничего, все-все еще впереди. Возможности также сама впереди. Главное, что есть желание огромное. Ну, а возможности обязательно будут, и мы все обязательно сделаем. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.